Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию интересные факты о самом удивительном озере на Земле – Байкале. Ежегодно в России, во второе воскресенье сентября, отмечается День озера Байкал. Это настоящая жемчужина среди всех природных доступов и замечательностей нашей страны. Байкал находится на юге Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Озеро славится не только своими размерами и чистейшей водой, но и интересными природными явлениями, которые бывают только в этом месте. Местные жители верят в энергетическую силу Байкала. Байкал и все его окрестности включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересные факты Байкал в переводе с тюркского «бай-куль» – богатое озеро. В России с таким названием есть несколько водоемов. В Томской области и в Якутии одно озеро находится в Казахстане. Байкал является самым глубоким озером из всех существующих на Земле. Его глубина достигает 1642 метра, что значительно больше, чем глубина некоторых морей, и примерно в пять раз превосходит высоту Рифелевой башни. Столь большую глубину озера ученые объясняют тем, что оно зародилось в тектоническом разломе, и постепенно этот разлом заполнялся водой на протяжении многих миллионов лет. Байкал – древнейшее озеро тектонического происхождения. Ученые считают, что он образовался 25-35 миллионов лет назад. По научным меркам это очень давний срок. Например, Балтийскому морю всего около 4 тысяч лет. Площадь озера Байкал составляет 31 722 квадратных километра, что больше площади Албании и Армении. Байкал – самый крупный в мире резервуар с пресной водой. В нем содержится пятая часть всех запасов нашей планеты и 90% всех запасов России. Ширина озера в самой узкой точке составляет 24 километра, а в самой широкой – 79 километров. В длину от края до края оно достигает 636 километров. Береговая линия озера равна 2000 километрам. В озеро впадает 336 рек и ручейков, а вот вытекает из него только одна река – Ангара, которая является одним из самых больших притоков Енисея. На Байкале есть острова, их более 20. Обитаем только один из них – Альхон. Это самый крупный остров. Его площадь составляет 730 квадратных километров. Альхон является третьим по размерам озерным островом в мире. Здесь проживает около 1700 жителей. Байкал окружен живописной природой. Вокруг него раскинулись горы, дикие таежные леса чередуются с широкими степями, лугами и даже пустынями. По очертаниям, озеро похоже на узкий полумесяц, поэтому его легко найти на карте. Вода в водоеме настолько прозрачная, что камни на дне озера можно разглядеть на глубине до 40 метров. Многие люди задаются вопросом, почему вода на Байкале является настолько чистой и прозрачной. Этому есть научное объяснение. Санитарами воды являются эпишура – мелкие, планктонные и ракообразные. Это самые многочисленные жители водоема. Питаются частичками бактерий и водорослей. Они выполняют важную функцию фильтра, пропускают через себя воду, очищая ее. Другим фактором является высокая обновляемость озера талыми водами и большое содержание кислорода. На месте, где сейчас расположено самое известное озеро России, в далекие времена преобладал субтропический климат. В настоящее время на этой территории зимой могут быть сильные морозы. Зимой толщина ледяного покрова может достигать одного метра, а в заливах – до двух метров. В зимний период на Байкале происходят уникальные явления, когда лед весь покрывается многокилометровыми трещинами. Во время разрывов льда над водой устанавливается невероятный треск. Кажется, что начались военные артиллерийские учения. Трещины в некоторых местах достигают трех километров в длину. Вода в озере всегда холодная, даже летом. Иногда на территории Байкала случаются довольно сильные штормы. При этом высота волн может достигать четырех метров. Ветра на Байкале имеют свои имена, например, Баргузин, Низовик и другие. Флора и фауна озера являются уникальной и неповторимой. Некоторых животных и рыб нельзя больше нигде встретить на нашей планете. По-другому, такие живые организмы называются эндемиками. Ви в числе байкальская нерпа, усатая ночница, омоль, рачок эпишура и другие. Байкальская нерпа является наиболее известным эндемиком данного озера. Удивительно, но до сих пор точно неизвестно, как нерпа поселилась на озере Байкал. Существует наиболее популярная версия, что зверь попал сюда из Северного Ледовитого океана в ледниковую эпоху. Байкальская нерпа является единственным байкальским млекопитающим. На берегах Байкала обитает уникальнейшее животное Баргузинский соболь. Еще в 1916 году ради сохранения данного вида был создан специализированный заповедник. Около знаменитого озера находятся три заповедника и два национальных парка. В водах озера Байкал водится более 50 различных видов рыб. Одним из уникальных представителей считается рыба голомянка. Она одна из немногих живородящих рыб на Земле. Примерно на 40% состоит из жира, из-за чего ее тело наполовину прозрачное. Территория, где расположен Байкал, является сейсмически активной. Здесь размещено 30 сейсмических станций с сейсмографами. Зачастую землетрясения достаточно слабые, но могут произойти и сильные толчки. В 1862 году на Байкале произошло сильнейшее землетрясение, в результате чего под воду ушло 200 квадратных километров суши. Сейчас на этом месте находится Байкальский залив-провал. Территории при Байкале были заселены людьми еще во втором тысячелетии до нашей эры. Предположительно, это были предки венков. Сколько же вообще здесь проживало этнических групп, до сих пор неизвестно. Первые поселения русского народа на берегах Байкала появились в 17-18 веках. Владимир Путин погружался в глубины озера в ботискафе Мир-1. Именем озера Байкал назван один из астероидов. В творчестве «Любовь к Байкалу» выразили многие художники и музыканты, поэты и писатели. Книги о Байкале для детей Наталья Андрианова «Байкал. Чудо России. Путешествие по самому глубокому озеру мира». С этой книгой вы убедитесь, что Байкал – настоящее чудо России. Ведь здесь прекрасна не только природа, но и люди с удивительными традициями, историей и культурой. Маленький читатель познакомится с любопытной девочкой Шурой и эрудированной Нерпой Новой и отправится в путешествие по бескрайним просторам Сибири, чтобы лучше узнать, чем же так необычен и богат Байкал. Вы посетите города, раскинувшиеся на берегах жемчужины России, среди которых Иркутск, Улан-Удэ, Баргузин и Ангарск. Отправитесь на знаменитые острова Ольхон и Огой, проплывете по бухте Ая и полюбуетесь на гору Жима. Вы сможете увидеть самые необычные и впечатляющие достопримечательности Столбы Сарге, Ступа Просветления, Иволгинский Датсан и многие другие. Познакомитесь с удивительными людьми, их историей и культурой, а также решите множество головоломок, ребусов и заданий. Александр Ткаченко, Байкал, прозрачное чудо планеты Байкал – самое большое и глубокое озеро на Земле. Словно драгоценный алмаз, лежит оно посреди бескрайних сибирских просторов. В нем чистейшая вода из трехсот горных рек, удивительные животные и рыбы, которых больше нет нигде на нашей планете. Прогуляться по его прозрачному льду, узнать легенду о красавице Ангаре и разгадать загадки старинной песни «Славные моры, священный Байкал» смогут читатели этой книги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова